Сегодня реконструкцию аэровокзала инспектирует лично глава Хакасии. На первый взгляд кардинально пока ничего не поменялось. Однако кое-где ремонт уже сделан, например в туалете. Обновилось кафе и зал ожидания. Это радует. Однако работы еще много и денег на все пока нет. Сейчас главный акцент на взлетную полосу, рележки и перроны. Несколько участков уже покрыты новым асфальтом. Некоторые подрядчики еще только начинают избавлять от старой дорожной одежды. Даже купил специальное высокоточное оборудование за 5 миллионов рублей. Закачивается данный контроллер. Контроллер управляет полностью прибором. У нас устраиваем автоматическое управление с машиной. И все. Машина работает у нас уже по проекту. Уже автоматически идет регулирование по высоте фрезерования. Рабочие говорят, что машина под управлением компьютера может даже цветочки из асфальта вырезать. Но скорость работы зависит не только от современной техники. Класть асфальт мешает то погода, то непредвиденные обстоятельства. Например, сейчас идет отставание в строительстве аварийно-спасательной станции. Здесь виноват субподрядчик. Попался непорядочный. Еще одна проблема – трещины в старом асфальте. Это увеличение работ по ликвидации этих трещин. Поскольку мы сегодня уже проговаривали о том, что там новые конструкции разработаны, новые методики, это требует дополнительного времени на их ликвидацию. Однако, несмотря на эти проблемы, глава Хакасии и руководство аэропорта строят смелые планы на будущее. Ближайшие перспективы – рейсы Абакан-Красноярск-Норильск, а также рейсы до Иркутска, Томска и Новосибирска – замахнулись даже на заграницу. Как правило, это отдых, которого ждут многие, многие весь год, а многие несколько лет. Конечно же, нужны еще и чартеры, нормальные чартеры. Именно. Я взял, всего лишь перечислил те популярные курорты, которыми наше население пользуется. Это Таиланд, Турция. Я думаю, что в будущем мы и другие рейсы будем рассматривать. Также нам необходим грузовой терминал. Удовольствие дорогое – до миллиарда рублей. Однако это позволит развиваться бизнесу, растамаживать товары в Хакасии, а это дополнительные доходы в бюджет. Терминал без инвестора не построить, поэтому его нужно привести за руку и создать лучшие условия, дал поручение министрам глава региона. Ну а пока до конца 2014 года нужно закончить дорогостоящую в полтора миллиарда реконструкцию взлетки. Мария Дудник, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал.